Статья в Фонде стратегической культуры за 13 ноября 2020 года, что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе. Владимир Прохватилов Если Эрдоган говорит «Иерусалим наш», а израильтяне молчат. На фоне открытого участия Турции в Карабахской войне с сентября-ноября 2020 года в тени остается не менее, а возможно более серьезная причастность Израиля к этому конфликту. Военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана позволило Баку перевооружить азербайджанскую армию передовыми образцами вооружения и военной техники ВВТ. В последние пять лет Израиль обеспечил Азербайджану 43% от поставок вооружений, для сравнения Турция – 2,8%. Во время визита израильского премьера Нетаньяху в Баку в декабре 2016 года стороны заключили договор о сотрудничестве в области безопасности. Было согласовано пребывание в Баку опытных офицеров МОСАД – израильская политическая разведка. С этого момента поставки израильских ВВТ в Азербайджан стали набирать обороты. Израильский военный аналитик Давид Шарп в статье «Карабах раздора» писал, что, хотя отношения Иерусалима и Баку покрыты достаточно плотной завесой тайны, известно, что Азербайджан – один из крупнейших покупателей израильского оружия. Первое место среди израильских военных поставок в Азербайджан занимают БПЛА. За 12 лет – 2008 по 2020 год – ВС Азербайджана были полностью укомплектованы израильскими БПЛА, включая барражирующее оружие. И только в последние месяцы ситуация стала несколько меняться. Азербайджан начал получать из Турции БПЛА «Байрактар ТБ-2» и ударные мультикупторы «СТМ Каргу». С поставкой в Азербайджан барражирующих боеприпасов «Арбитр-1К» связан известный скандал 2017 года. Как писала израильская газета «Маариф А. Шавуа», при демонстрации этих аппаратов в Азербайджане от операторов потребовали устроить живую атаку по армянским целям. Те отказались, несмотря на давление руководства. Тогда пуски якобы осуществили руководители израильской делегации, но из-за отсутствия практического опыта в цели не попали. Азербайджанская армия вооружена израильскими штурмовыми винтовками «Тауэр ТАР-2», пистолетами-пулеметами УЗИ, ручными пулеметами НЕГЕФ, ПТРК «Спайк» и «ЛАХАТ», ОТРК «ЛОРА», РСЗО «ЛУНС», 155-мм колесными САУ «АТМОС-2000», 120-мм самоходными минометами «Кардом», 120-мм самоходными минометами «Спир МК-2-47». Азербайджанам закуплены у Израиля ряд РЛСЗРК «Барак-8», пограничные катера и корветы. Израильская компания «Эльбит» модернизировала азербайджанские танки российского производства Т-72 и Т-55, а также БМП-2. Так что сотрудничество имеет широкий диапазон и не ограничивается перечисленным. Как считает заместитель директора российского центра анализа стратегии и технологии Константин Макиенко, операция в Нагорном Карабахе была спланирована не азербайджанцами и даже не турками, а добрыми друзьями армянского народа израильтянами, которые преследуют не только коммерческие, но и геополитические цели. По мнению Макиенко, Тель-Авив давно мечтает использовать азербайджанскую территорию для проведения собственных разведывательных и диверсионных операций против Ирана. Действия азербайджанских войск в Нагорном Карабахе велись по классическим наступательным канонам, отвлекающие атаки на широком фронте и главный удар на южном направлении, где были заблаговременно выявлены слабые места обороны НКР. Ни в Сирии, ни в Ливии турецкая армия операций такой сложности с налаженным взаимодействием всех родов войск не проводила. Лондонское новостное агентство Middle East East сообщает, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе Израиль увеличил военную помощь Азербайджану. По меньшей мере, четыре самолета Ил-76, принадлежащих азербайджанской грузовой компании Silkway, обслуживающей Министерство обороны Баку, приземлились и взлетели с израильской военной авиабазы Увда на юге Израиля. Некоторые из этих самолетов также летали из Баку в Анкару и Стамбул и обратно за последнее время. Моссад создал в Азербайджане станцию слежения, которая служит глазами, ушами и плацдармом для наблюдения за Ираном. Наконец, Израиль является крупным покупателем азербайджанской нефти. При всем этом, союз Турции и Израиля в Карабахской войне выглядит странным. Так, выступая 1 октября, в турецком парламенте Эрдоган заявил, что Иерусалим принадлежит Турции, это наш город, этот город, отобранный у нас. Со стороны турецкого президента это стало демонстративным проявлением нового османизма. Османская империя, простиравшаяся к концу XVI века на 7000 км с востока на запад и на 5000 км с севера на юг, действительно правила Иерусалимом с 1516 по 1917 год. И Эрдоган вспомнил о своем Иерусалиме в первые дни Карабахской войны, а Израиль проглотил заявление султана, отказавшись его комментировать. Терпимость израильских евреев, к словам турка-мусульманина, о многом говорит в этих странностях, еще предстоит разбираться. Во всяком случае, сегодня Моссад и израильская военная разведка Оман поддерживают тесные связи с турецкой разведкой МИД и турецкими военными. Те и другие работают рука об руку в Сирии. Иногда Моссад помогает Турции в борьбе с курдами. Высказывались предположения, что скрепой турецко-израильских отношений служат интересы Британии на Кавказе. Так или иначе, на следующий день после заявления 10 ноября президента в России Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении в зоне Нагорно-Карабахского конфликта огня и всех военных действий в Анкару срочно прибыл личный друг Эрдогана и новый с июля 2020 года глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур. Говорят, постоянны только интересы Британии? Владимир Прохватилов. Что объединяет Турцию и Израиль на Кавказе? И все-таки, что объединяет? Приятного. Приятного.